На нашем канале добро пожаловать в Берн, где все готово ко второму матчу сборной России на чемпионате мира по хоккею. Соперник сборная Франции, 18-я команда мирового рейтинга, в котором наша сборная занимает на данный момент вторую позицию, совсем чуть-чуть выступая сборной Канады. Вместе с вами за ходом этой встречи будут наблюдать комментаторы, заслуженный тренер России Сергей Гимаев. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И Роман Скворцов. Можно сколько угодно говорить о том, что матчи с такими соперниками, не входящими в число элитных сборных, не делают сильнее, не делают выше уровень чемпионата мира. Не нужны никому они, ни зрителям, ни болельщикам, ни хоккеистам. Но на самом деле можно спорить о пользе их или о вреде, но эти матчи есть в программе чемпионата мира. Эти игры нужно проводить, эти матчи нужно выигрывать. Ну и создавать себе задел на будущее, создавать себе хорошее настроение, находить взаимопонимание, пополнять статистику. В общем, получать радость и удовольствие от любимого дела. Мне кажется, французские болельщики и вообще французские хоккеисты, в частности, очень бы недовольны были таким сравнением. Потому что очень важно для Международной Федерации Хоккея развивать как можно больше хоккей во всем мире. И если мы можем, конечно, ограничиться шестью командами и играть в свой чемпионат мира, то тогда еще хуже будет для всего хоккея. Поэтому матчи с французами так же необходимы, как матчи и с канадцами. Другой вопрос, что это совсем другая борьба. Сергей Ильич, российские болельщики, которых мы в данный момент представляем, конечно, им проблемы болельщиков французских, в общем, как пешком до Китая. Наверное, все-таки. Но действительно будет и нашим соотечественникам интересно поднаблюдать за ходом этой встречи. Тем более, очень много болельщиков из России в данный момент находится на прибунах Бердской арены. Что касается состава нашей команды на этот матч, Александр Еременко занимает место в воротах с первых минут. Его первый матч на этом турнире. Будем болеть за Александра персонально. Желаем ему удачи и отличной встречи. Ну и немножко в усеченном составе наша команда, что касается полевых игроков, выходит на эту встречу. Семь защитников у нас. Антон Волченков, к сожалению, травмировался в первом поединке на этом турнире и не сможет продолжить выступление за нашу команду на чемпионате мира. Таким образом, Илья Никулин, Виталий Прошкин, Виталий Вишневский, Олег Твердовский, Дмитрий Калинин, Виталий Атюшов и Денис Гребешков составят линию обороны нашей команды в этом матче. Ну и по-прежнему не может выздороветь Александр Фролов. Его также мы сегодня на льду не увидим. Таким образом, вновь у нас, как и в первом матче против команды Германии в распоряжении тренерского штаба, 4 центральных нападающих, 3 пары крайних форвардов. Ну и, естественно, сыграют сегодня наверняка все. Ну а пока стартовые пятерки команд на льду у сборной России пара защитников Илья Никулин, 5 номер, Виталий Прошкин, 45-й и тройка нападения, 23-й Алексей Терещенко, центральный нападающий, 25-й Денис Зарипов, 95-й Алексей Морозов, капитан команды. Денис Зарипов наш самый результативный фигист, пока на этом турнире у него целых 2 балла за результативность, гол и результативные передачи. Кстати, Денис Зарипов был признан лучшим игроком матча против сборной Германии. Небольшая накладка случилась, не включился гундомер, и поэтому остановка игры произошла. Новое убрасывание, правда, не в центре поля. Стартовая пятерка сборной Франции выглядит следующим образом пара защитников. Винсент Баше, третий номер, Амар Баптиз, 27-й, тройка нападения, Юрик Трэй, 7-й, Лоран Минье, капитан команды, 10-й и Дамьен Ро, 20-й. Номера, ну, не идет секундомер, отказывается. Время пускаться вперед. Какая-то примета. Слышу сказать, я не думаю, что сейчас фигисты об этом подумали. Чуть больше поиграем, на целых 15 секунд побольше в хоккей поиграет Россия и Франция. Место в воротах французской команды занимает Эдди Ферхи, первый номер. Заменяет он в рамке Фабриса Ланри, который выдал просто сумасшедший матч в первый игровой день против сборной Швейцарии. Фабрис Ланри стеной стоял в воротах, отразил более 40 бросков, и во многом, благодаря его усилиям, французы могли кое о чем помечтать в поединке с хозяевами мирового перенства. Уступили всего лишь с минимальным счетом 0-1. Дэвид Хендерсон, главный тренер сборной Франции, североамериканский специалист. Трудно сказать, с каким настроем сборная Франции выходит на эту встречу. Все-таки главная задача для трехцветных сохранить свое место в дивизионе сильнейших, и поэтому главный матч они проведут в третьем туре против сборной Германии. Но, с другой стороны, опять же, отличный повод проверить себя на уровне элитного соперника, который может, теоретически может, испытывать некоторые проблемы с мотивацией. Ну что же, стартовала, наконец, игра. Болельщики немножко устали отмечать начало, и поэтому в такой гробовой тишине она начинается. Не все и поняли сразу, в чем дело, и почему эти паузы были. Нам хорошо видны спономеры. Тут, кстати, обратно отчет идет, поэтому немножко непривычно это все видеть. Но я тут тоже, Роман, скажу, что все-таки не сомневаюсь, что мотивация у наших ребят достаточно хорошая. Тут не идет вопрос именно о том, во что бы не стало выигрывать у французов. Просто показать хороший хоккей, получить удовольствие от игры и в результате выиграть. Вторая пятерка нашей команды на льду. Дмитрий Каринин и Виталий Атюшов составляют пару защитников. Седьмой и двадцать седьмой номера, соответственно. И тройка нападения. Константин Горовиков, двадцать первый, Александр Радулов, сорок седьмой, девяносто первый. Олег Сопрыкин. Просто немножко удивительно, почему Гребешков вот и в первой игре вместе с Волченковым они играли в четвертой паре. Что так, по прошедшему сезону Гребешков вот из наших ребят, которые играли в защите МФЛ, я думаю, что самый лучший был из тех, кто вот приехал из каждого мира. У команды Франции следующий состав сейчас на льду. Сорок первый номер Пьер Эдуард Бельмар. Восемь четвертый Кевин Экефей. И восемь шестой Дамьен Флори. Наши выходят из своей зоны, переходят в контратаку. Поднимается там со льда Константин Горовиков. Было у него неприятное столкновение. Счет открыт Александр Радулов. От своей синей линии протащил шайбу через всю площадку и легко и непринужденно переиграл голкипера. Что ж, Эдифер и неважная замена Фабрису Гландри, как показывает начало этой встречи. Бросок был фантастический по силе и точности. Там видите, у французского защитника сломалась клюшка. И Радулов практически вот без помех бросал. Мы когда говорим, что блокировать бросок, это клюшку вперед выставить, помешать броску. Ничего этот французский защитник не мог поделать. А вот, посмотри, 41-й номер, вместо того, чтобы догонять Радулову, помешать ему бросить, ну, стал третьего догонять. И, видите, абсолютно без помех. Идеальный по силе и точности бросок. Да, в самый уголок, в притирку со штангой, направил шайбу Александр Радулов. Набирает он свой второй балл за результативность на этом турнире. Голы передачи, так же, как у Даниса Зарипова на его счету. Ну, отметим Константина Горовякова, который как раз начал эту атаку передачей, которую он отдавал уже после контакта с соперником. И вывел по существу Александра Радулова в эту контратаку, которую здорово завершил 47-й номер сборной России. Звено Сергея Зиновьева сейчас у нас на льду. 42-й Сергей Зиновьев, 16-й Александр Пережогин, 71-й Илья Ковальчук. Таким одобрительным гулом встретили героя прошлогоднего чемпионата мира болельщики, собравшиеся на трибунах Бернской арены. Много здесь и швейцарцев. И вот, думаю, как раз именно со стороны швейцарской публики все-таки наибольшая доля аплодисментов и приветственных криков досталась Вячеславу Быкову, кто бы в этом сомневался. Я с вами полностью согласен. Тем более билеты как бы продаются в день на два матча, и поэтому большая часть швейцарских болельщиков остались на вторую игру. И вот смотрят сейчас. И, возможно, болеют. Выгод один в один. Лоран Минье и Александр Еременко спасают свою команду. Ну что же, прекрасное начало для Александра. Другой вопрос, что, конечно, не хотелось бы, чтобы так много было у него работать, тем более на старте этой встречи. Но, браво, Еременко выручил он сейчас свою команду. Лоран Минье самый опасный игрок в составе сборной Франции. В танк команда обладатель совершенно феноменального игрового опыта. Но вот перед голкипером российской команды Александром Еременко сплоховал капитан французской сборной, который защищает цвета швейцарского Фрибурга. И также получил он свою порцию обожания от болельщиков во время церемонии представления французской команды. Ехать меньше часа, верно. Поэтому и его болельщик персональный тут тоже есть. У нас Антон Курьянов, наш четвертый центральный нападающий, под девятнадцатым номером вышел с Морозовым и Залеповым. Таким образом, вновь запущена такая пересменка. Будут меняться сочетания, будут меняться центральные нападающие в парах. Крайник форвардов. Ну и теперь нужно разобраться, каким образом Дениса Гребешкова будут использовать, который вот согласно стартовому протоколу без пары. На эту встречу остается тридцать седьмой номер защитник российской команды. У меня такое впечатление, что, допустим, левые защитники будут, вот три втроем по кругу крутиться, и правые защитники в четвером. Илья Ковальчук вваливается буквально по центру в зону французов. Сохраняют нашу контроль над шайбой. Здесь, правда, навязывает соперник борьбу у борта. Гребешков помог Ковальчуку, тому, в свою очередь, Пережогин. Вовремя пришел на помощь. Держит нашу шайбу. Ковальчук устремляется на пятачок, получает передачу. Бросок с острого угла не получается у Ильи, но и Пережогину на добивание сыграть не дают. Тем не менее, Гребешков зону закрывает. Наброс на пятачок очень оригинально, нестандартно пытался сыграть. Александр Пережогин подставлял крюшку таким образом, чтобы шайба буквально перепрыгнула через вратаря по очень высокой дуге, но не получилось исполнить этот хитрый бросок. Это было бы слишком технично. Сейчас посмотрим повтор. Мне показалось, Ковальчук оставлял шайбу прямо по Пережогину. Если, ну, отсюда не так было хорошо видно, но если это он сделал, как я думаю, это вообще супер. Вообще, надо сказать, что Ковальчук в плане игры команды прибавляет. Вот с каждым годом совершенно потрясающе. Французы, казалось бы, выиграли вбрасывание в нашей зоне, но едва тут не вытанцевалась контратака у российской команды. Зиновьев с Зариповым и Морозовым. Кстати, вот многие отмечали после первого поединка сборной России, как здорово наша команда выглядела в те моменты, когда вот это сочетание форвардов... Олег Твердовский нападающий не солидно себя вел, мягко говоря. Он умышлен абсолютно коньком ударил по ловушке Еременко. Посмотрим сейчас повтор. Ну и Олег Твердовский тут же заступился за своего голкипера. Ловит Еременко шайбу. Абсолютно. Можно было поднять ногу легко. Олег Твердовский там провел воспитательную беседу. Ну а после того, как эпизод закончился, так подъехал к Александру Еременко, похлопал того по плечу и дал понять всем своим видом, что в обиду Александра никто давать не собирается. Мне кажется, все-таки французам даже выгодно будет, если вот такие стычки будут нервничать, заводить наших. И наши будут не думать только об игре, а как бы о том, чтобы посильнее ударить француза тоже. Курьянов с Сопрыкиным и Радуловым у нас на льду. Вот, кстати, очень вовремя появляется Александр. Имеем в виду Радулова. Он здесь сумеет на какое-то время восстановить порядок. И удаление, кстати, будет в составе французской команды. Это Лоран Минье за подножку. Сейчас отправится на скамейку штрафников. Нет. Дамьен Ро, 20-й номер, покидает площадку. Там как раз Лоран Минье пытался оспорить справедливость этого удаления. Вот повтор момента. Да, вот мы смотрим повтор, действительно, абсолютно очевидно. И получает чистое преимущество российская команда. Первая пара защитников Прошкин-Никулин у нас на льду. Терещенко с Пережогиным и Ковальчуком выходит на реализацию большинства. В этом компоненте, конечно, сборной России надо прибавлять. Да, пока одна шайба у нас в большинстве на этом турнире. И заброшено в тот момент, когда появился четвертый полевой игрок у сборной Германии, но еще не успел добежать до места, где развивались главные события. Таким образом, продолжали мы, так как существует, пятером против троих атаковать. Подключался Илья Никулин. Пошла на него передача, но была прервана она. Илья Ковальчук выводил своего игрока обороны на этот бросок. Ну, по крайней мере, передачу на него делал Владислав Александрович Третьяк. Президент Российской Федерации Хоккея. Не удается французам выбросить шайбу из своей зоны. Терещенко успевает тут же за нее побороться. И таким образом сохраняют наше свое присутствие в непосредственной близости от чужих ворот. Никулин наброс. Скорее всего, наброс. Нет, бросал и надеется, что отобьет вратарь или прямым броском забить. Но не получилось как следует, конечно. Но на повторе мы видим, что бросал. И, кстати, молодец вратарь, хотя он закрыт был, а он шайбу поймал. А Пережогин там создавал трафик перед голкипером французской команды. Но не сумел помешать тому настолько, чтобы шайба оказалась в сетке ворот сборной Франции. Атюшов появляется на льду вместе с Дмитрием Калининым. И Горовяков с Морозовым и Зариповым у нас на площадке. Ой, как здорово. Я был уверен, что шайб попадет в ворота. И даже французский вратарь уже оглядывался. Где же она там? Успел переместиться. А передача от Мороза просто великолепная на Зарипова была. Смотрите. Под опорную ногу защитнику даже катнул Алексей эту шайбу. Видел направление ее полета. 38-й номер Тома Руссель. Но при этом сделать уже ничего не мог абсолютно. Но до низа Зарипов простил. Соперника Калинин бросает. Шайба попадает в конек кому-то из французов. После чего покидает пределы площадки. Ну, отключки российских кистов. И поэтому шайба выносится в средний удар. 34 секунды. Сборная России еще будет иметь численное преимущество. Остаются Зарипов, Горовяков и Морозов на льду. Ну и Калинин с Утюшовым также. И Слоран Менье. Вбрасывание выигрывает. Отправляет шайбу себе за спину. И защитник французской команды выбрасывает ее к чужим воротам. Но довольно быстро нашим удается вернуться. Калинин подключился и поддержал эту атаку. Создал численное преимущество на том участке в районе дальнего круга вбрасывания. Что позволило спокойно закрепиться. И Зарипов со второго предъявления все-таки поражает. Поворота Эдди Ферри после классной передачи Константина Горовякова, который записывает на свой счет второй балл за результативность в этом матче. Очень красивая комбинация. Четко разыграна. Зарипов на этот раз шансов не оставил. Зарипов на этот раз шансов. Четыре секунды не досидел на скамейке штрафников Дамьен Ро. Ну и смотрим повтор этой комбинации. Дмитрий Калинин еще. Он тоже забирает очков за результативность. Очень быстро двигалась шайба. Не успевали французы за развитием событий. Ну и здесь нужно еще отдать должное Алексею Морозову. Он там довольно активно боролся за позицию на ближней к нам штанге. И у ворот соперника таким образом отвлекал внимание защитников. Ну в принципе все равно Зарипов должен был опекать дальние нападающие французской команды. Это с этой позиции обычно и играет нападающий. Продевал. Ну и Зарипов открылся и очень точная тема. Ну что же. 2-0. Сборная России впереди. Удалось на старте этой встречи использовать нам первое же удаление у соперника. Ну и на этой волне продолжает наша атаковать Александр Радулов. Дубль делает Дубль. 3-0. Нет шансов без малейших. И я вот рассмотрел и думал, ну как француз собирается вообще играть против сборной России, обороняясь при позиционной игре в зоне вдвоем против троих. Просто этот выбор был у Зиновьева любой. Смотрите, абсолютно неперекреты игроки. И к тому же Зиновьев-то отдать посмотрят, что он и сделал. Каким-то удивительным образом никто не атаковал ни Зиновьева, который находился за воротами, ни за воротами, ни Радулова, который подъехал. Что здесь мог поделать голкипер? Он отчаянно вертел головой, пытаясь понять, что произойдет в следующую секунду. А в это время Зиновьев ждал, пока на убойную позицию Александра Радула выкидывается. 3-0. Восьми минут еще не сыграно. А в этом матче интрига его умирает. Впрочем, при желании здесь можно найти еще массу зацепок. Вообще сомнений-то не было, что мы обыграем французу. Но не настолько легко. Просто французы очень неплохую игру показали в обороне со швейцарцами. И вы уже правильно, Роман, сказали. Даже там были у них шансы зацепиться за результат и сравнять счет. Антон Курьянов не сумел пробить французского голкипера. А вот его партнер сумел. Потерял Эдди Ферхи шайбу из вида. Зафиксировать ее не сумел. И, похоже, Александр Пережогин, которому отчаянно не везло в первом матче, который имел моменты, но никак не шла шайба в ворота после его бросков, наконец-то сумел отличиться. 4-0. Вообще в последнее время действительно Пережогин немножко сбился в прицел. И ему не хватало вот этих голов. Но вот здесь в самом расторопном Пережогин оказался, да, действительно потерял, потерял голкипер французской команды шайбу из вида. И тайм-аут берет Дэвид Хендерсон. Желает он на какое-то время дать передышку своим парням, но и заодно объяснить им, что все-таки на чемпионате мира нельзя так играть расслабленно против команды, которая носит звание чемпиона планеты. Если не будут защищаться французы, то в их ворота залетит целый кулек шайб. Но здесь голкиперы побеседовали о своем. Все-таки лучше вратарей друг друга никто не поймет. Показывали нам Фабриса Лонри, который сегодня на скамеечке запасных находится. Я уверен, взамен вратаря не должно быть у французов, потому что вы правильно Роман сказали. Их волнует следующий матч команды Германии. Сегодняшний матч, ну, проиграет, как бы, крупные проиграли. Это не столь важно. Важно сохранить место в группе А. Для этого надо обыгрывать немцы. Ну и вновь как в поединке против сборной Германии наша команда показывает сумасшедший процент реализации моментов. Ну, буквально сколько бросков-то было поворотом команды Франции? Семь. На данный момент из них четыре закончились попаданиями. О чем-то это договорит. Ну и здесь очень важно сохранить вот этот тонус на весь матч. Конечно, мы не призываем наших парней рвать жилы и любой ценой стараться набросать французам полную обочку. Но, с другой стороны, смотрели мы вчера матч сборных Швеции и Австрии. Это тоже шведы очень бодро начали, сумели забросить быстрые три шайбы. А во втором периоде австрийцы сумели навязать борьбу сопернику. Один гол отквитали. Ну и вообще так имели возможность под зановой второго игрового отрезка действительно заставить шведов нервничать. Ну и в итоге разозлили команду трех корон. Ну и в третьем периоде такую показательную упорку шведы и австрийцам устроили. Ну мы будем уже сколько раз говорить, что да, результат уже сомнений не вызывает. Но каждый из игроков той же российской команды, ну, это чемпионат мира. Он хочет забивать, отдавать, набирать очки. И поэтому ребята будут стараться по максимуму использовать эту возможность улучшать свою статистику. В ассистентах у Александра Пережокина, говоря о статистике, Антон Курьянов и Илья Ковальчук. Сила и твердость нужны не только в спорте, но и в любви. Вука-вука. Победа в трех периодах. Плюс овертайм. 10 минут 42 секунды до конца первого периода матча между сборными России и Франции. 4-0. Сборная России впереди. 8 бросков на данный момент. Россияне сделали поворотом соперника. И 4 из них оказались голевыми. Обернулись голами. Назовем это так. Дважды французы побеспокоили Александра Еременко. Не так много работы у российского голокипера. Но вспомним, как начинался этот матч. Лоран Менье вывалился один на один. И Еременко блестяще в ближнем бою переиграл своего оппонента. Не позволив французам отличиться уже на старте этого поединка. Что важно было именно для Еременко. Вот так здорово сыграть. В первый момент почувствовать уверенность. А сейчас 4-0. Уже сомнений нет у Еременко. И он будет абсолютно спокойно. Контратаковали французы 3 в 2. Если бы здесь не завозились наши шайбы в средней зоне, то как раз тут же асимметричный ответ у нас нарисовывался. Небольшой разрыв в линиях образовался и у тех, и у других. Но в итоге контратака на французские ворота не развернулась. Смену проводят оба наставника по ходу встречи. Антон Курьянов... Нет, прошу прощения. Зиновьев выходит с Пережогиным и Ковальчуком. И Виталий Вишневский, Олег Твердовский. Пара защитников. Прострел Ильи Ковальчука не проходит. Попадает шайба в конек Винсану Баше. И французы мчатся в квадратаку. Отличная комбинация и ЭКФ. Забрасывает шайбу в ворота сборной России. Ну что, помог таймаут Дэвида Хендерсона. И коммерческий таймаут он сейчас как раз показывает наставника французской команды. Он, обращаясь к кому-то там на дальней части своей скамейки, показывал вот, вот о чем я говорил. Так мы сколько угодно можем говорить о силе и слабости французской команды. Комбинация была просто красивая. Посмотрите, они разыграли. В два паса расчертили зону защиты российской команды. И бросок 84-го номера трехцветных поставил неразрешимые проблемы перед Александром Еременко. 4-1. Едва-едва миновал свой экватор первый период. Уже пять заброшенных шайб в этом матче мы с вами видели. С каждым матчем, вот следующим соперникам россиян будет все сильнее и сильнее. Если, конечно, вот с французами мы можем играть как захотим. С немцами получилась очень удачная игра. То со швейцарцами и потом, скорее всего, у нас будет команда Латвии или... Нет, даже не Латвия. Скорее всего, будет в следующем матче будет или американцы, или шведы. Это будет уже очень непростая игра. Да и матч со сборной Швейцарии обещает стать очень непростым для нас, потому что с трудом начали хозяева мирового первенства свое шествие по турнирной сетке. С минимальным счетом они обыграли тех же французов. Сегодня довольно серьезные проблемы испытывали в поединке против сборной Германии. И таким образом, может быть, темнят где-то швейцарцы, может быть, также постепенно они вкатываются в этот чемпионат, но можно не сомневаться, что во встрече со сборной России будут грызть лед подопечные Ральфа Крюгера. Вот действие швейцарцы тут будут орать, конечно, так что сплошной гул будет стоять. Так что уши будет закладывать. Менье не удается выбросить шайбу из своей зоны. Лоран Никулин на синей линии в левой от французского вратаря угол метил Илья, но шайба в створ не попала, и никто из партнеров там не получил возможности подставить клюшку. И вновь контрнаступление французов, передача на Лорана Менье прошла, но не готов был к приему шайбы капитан французской сборной. Так клюшка на весу у него находилась, и не успел он просто реагировать, остановить ее. Он вообще вот не такой мобильный, мы уже отмечали, что великолепно борьбу ведет, клюшкой владеет, такой характерный игрок. Но по объему катания, конечно, не особенно силен. Перевод в центр. Александр Радулов не был готов к тому, что сумеет Терещенко сделать ему такую передачу. Здесь очень хитро, на коротке перебрасывал шайбу Сопрыкину. Борется Олег на пятачке перед чужими воротами, отвечает ему защитник. И тут, как тут, Александр Радулов в роли... Ну, то связка наших форвардов всегда готова побиться с кем угодно. С канадцами, французами, с чеками, с кем угодно. Да, только даем голод и пальца в рот не клади. Оттягивают руку по самой локоть. Алик Сопрыкин и Александр Радулов. Добро пожаловать в совершенно новый мир. Здесь LED-технология Samsung делает изображение четким, черный цвет глубоким, а краски яркими. Ультратонкие LED-телевизоры Samsung. Новый вид телевизоров. 12,5 минут позади. В первом периоде в матче между сборными России и Франции. 4-1 наша команда впереди. Вот ударный получился для нас отрезок на стыке восьмой и девятых минут. За 55 секунд три шайбы влетели в ворота Эдип Ферги. Затем французы в контратаке одну шайбу сумели забросить. Ну и с тех пор как немножко успокоилась игра. Такое впечатление, что израсходовали весь свой голевой запас. Вообще, я скажу, восемь четвертый номер, который заброс в шайбу. Мне очень сложно произносить эту фамилию. Вот, Роман, вы тренировались ее? Экефей. Поэтому вот он и в игре с швейцарцем очень здорово выглядел. И сегодня самый агрессивный. Как раз Экефей имел возможность сравнять что-то в поединке со сборной Швейцарии. Вот тогда-то действительно намучились. С произнесением моего фамилии. Просто к тому, что иногда зрители удивляются, почему это у комментаторов к концу матча языки заплетаются. Приходится поработать. Сергей Зиновьев вместе с Данисом Зариповым и Алексеем Морозовым на льду выигрывает вбрасывание. Бросок Алексея Морозова. По-моему, без шансов для голкипера попадет шайбу в створ. Но щитные сантиметры отделили капитана российской команды от успеха. Вновь очень здорово. Наши борются, не выпуская французов за синюю линию. Морозов успевает перехватить шайбу, пущенную по дальнему борту. И вновь через дальний. Пытаются французы ее вынести. И вновь успевают наши закрыть зону. Здорово Зиновьев отработал. Вот сейчас до Сергея шайбы не доходит. Выдвигается вперед Денис Гребешков на противоходе. Его соперник обыграл. Денис Гребешков этого ему не простил. Догнал. И силовой прием провел. Гребешков не бросался. На какое-то мгновение он от него отдалился. Но здорово уже катается Гребешков на ногах. Буквально за три шага он его догнал. И правый. И еще жестко после этого атаковал французов. Атюшов бросает прорыв по ближнему борту Александра Радулова. Вытесняют того заворота передача на Сопрыкина. Но вот здесь как раз Лоран Минье четко исполнял свои функции в обороне. Находился он рядом с нападающим российской командой. Заблокировал клюшку. Пас из-за ворота каким-то чудом. Александр Радулов не делает хит-трик. Вновь массированное наступление россиян. Такая вспышка активности после коммерческого тайм-аута. Каждая тройка нашей команды подолгу находится у чужих ворот. И удаление сейчас в составе французской команды. Хотя с другой стороны здесь... Нет, нет удаления. Подножка была против Радулова. Но вот французский игрок показывает, что он не может отправиться на скамяк Швозняков. У него разбито лицо. И сейчас вместо него кто-то другой сядет. Да, довольно серьезное рассечение Бенуак Кесандье получил. Второй фол против Радулова, кстати, который заканчивается удалением. Ну а что здесь Кесандье произошло? Честно говоря, не очень понятно, где получил он такое серьезное повреждение. Вот в конце этого момента точно удара там не было ни клюшкой, ни шайбы не попадало. Видимо, уже вот с кровью играл. Стефан Дакоста занимает место на скамеечке Штрафников и сборная России во вторую. Раз в этом матче получает численное преимущество. Терещенко просто его реализует. Причем Терещенко в этой ситуации, по ходу этого рейда, делал все возможное, чтобы сделать передачу на своего партнера. В итоге этот партнер у него не прошел, пришлось забивать. Это что можно понять, но такие гамбитные голы. Не умаляясь заслуг Терещенко, вот смотрим, хочет отдать, шайба вылетает. В другую сторону попадает в конек сопернику. Вот тут Терещенко надо отдать, конечно. Должный, не потерял шайбу из вида, побороться до конца, несмотря на противодействие защитникам. Молодчик, Леша. Да, великолепный гол. Алексей Терещенко очень результативный для него этот сезон получился. Установил он личный рекорд и по заброшенным шайбам, и по голевым передачам. Другое дело, что вот слоев его команда выступила, мягко говоря, неудачно. И, естественно, желание переабилитироваться, желание что-то выиграть, желание показать себя на самом высоком уровне, и как раз с мотивацией у Терещенко абсолютно полный порядок на этом чемпионате мира. Полностью с вами согласен, только мне слово не очень понравилось. Хоть что-то, ничего себе чемпионат мира, хоть что-то. Ну, выигрочка, убога Гагарина, скоро будет и так далее по тексту. Как раз не набрал баллов за результативность Алексей Терещенко в первой игре. Ну, и говорят, немножко расстроен был этим обстоятельством. А именно об этом мы и говорили, да, Роман, что каждый игрок все равно следит за своей статистикой и хочет сыграть. Дальше-то будут игры очень тяжелые, и там уже об этом думать не будешь. Там главное будет результат, главная командная победа. Ну, вот сейчас Алексей сидит на скамейке запасных, как раз рассказывал этот эпизод в подробностях. Там было понятно, что как раз искал он партнера, но вот так получилось, что пришлось завершать самому. 15 секунд потребовалось сборной России, чтобы использовать чистое преимущество. На второй раз в этом матче. 4 минуты 13 секунд остается до конца первого периода. 5-1. Сборная России впереди. Ну, мы и также можем отметить, что и по первой игре, и по сегодняшней, вот, ребята, вот, получают удовольствие от игры, наши ребята. От игры друг с другом, стараясь вот побольше пас играть, чтобы отблагодарить за ту работу, которую вот друг другу помогают, в общем-то. Вот, бежи же с шайбой, и тебе партнеры бегут помочь, и отдать есть кому, и открываются здорово. Ну, просто вот, смотреть удовольствие наше сборное. Мне вот не очень приятно, например. Но еще раз говорю, это последний матч, когда такая легкая будет игра. Ну, возвращаясь к тому, с чего мы начали свой репортаж, не расхолодят ли нашу команду вот столь легкие победы на старте. Опять же, прошу понять меня правильно, я не говорю о том, что нужно создавать себе трудности. Наши играют здорово, наши действительно показывают, что сборная Германии и Франции абсолютно не ровня на российской команде. Ну, еще бы, действующие чемпионы мира им противостояли. Но при этом, все-таки, главный матч впереди, а вот здесь в двух играх получается легкая прогулка. Опять же, целиком и полностью заслуга российской команды. Но все же, что дальше? Нет, все равно будут играть нормально. И все равно какой-то главный будет уже начинающий турбинал. И, поэтому, желательно занять все-таки в ГВТу в своей половине турнирной таблицы первое место, чтобы попасть на более слабую команду. Сергей Зиновьев. С Радуловым и Сопрыкиным на льду у российской команды. Нарезает круги здесь в зоне соперника Сергей Зиновьев. Все-таки делают передачу на пятачок, но Сопрыкину не было абсолютно никакой возможности бросить. Тем не менее, вступает он в борьбу, отвоевывает шайбу, продолжает держать ее наши в чужой зоне. И отскок, и чудо спасения сейчас демонстрирует Эди Фергей. Шайбу он не видел, он перемещался в воротах. Здесь справедливости ради нужно отметить, что не получился бросок у Олега Сопрыкина. Шайба так отскочила от борта, прыгала по льду и не просто было по ней попасть как следует. Ну, и Фергей молодец. В принципе, то, что на данный момент у него в два раза больше отраженных бросков, чем пропущенных шайб, можно считать достижением. Не очень серьезным, но тем не менее. Кулачук сейчас такой великолепный фильм показал. Показал, что делали передачи, там два француза уехали, он выгодился на ударную позицию. Но опять же, стал искать партнеров. Насколько изменился Кулачук вот за последние годы. Раньше мы помним, брал шайбу, улетел как метеор, воротом обыграл, не обыграл, но все равно. Но сейчас очень здорово прибавил. Еще раз говорю, после того, как стал капитаном Атланты, просто абсолютно другая игра. Выигрывают наше сбрасывание в собственной зоне. Вишневский пытался сделать передачу вперед. Ушла она с крюка, но здесь уже похоже качество льва. Таким неважным становится под занавес игрового отрезка. Дважды, там, с интервала 5 секунд не попадали наши хоккеисты по шайбе. Но играть вообще здесь не так просто. Ну, тут нельзя сказать, что там высокогорье, среднегорье. Но дышится здесь тяжело. Ребята после первой игры признавались. Что непросто. Ну, это не живее вообще. Игрок сборной Латвии сказал, что просто к концу третьего... К третьему периоду уже ноги вообще не двигались. Настолько тяжело дышать. Матч с американцами. Ну, а тем временем Кевин Экефюи вновь угрожал воротам Александра Еременко. Одну шайбу он уже забросил в этом матче. Но он сейчас, наш галкипер, здорово сыграл. Намертво парировал довольно мощный бросок французского нападающего. Это единственная шайба сборной франции в чемпионате мира. Скажем так, первая. И единственная на данный момент. На данный момент, безусловно. В таком случае, это единственная шайба, пропущенная российской командой на этом турнире. А тем временем французы в контратаке. Здорово играет Еременко на паузе. Пытался его все-таки уложить. Распластать по льду игрок французской команды. Саша Трей. Это был 77-й номер. Но терпел Еременко. Действовал по ситуации. В конце концов, вроде бы повелся на финк нападающего. Последовал бросок вверхом. И тут же вскидывает ловушку Александра Еременко. И парирует шайбу великолепный отраженный бросок. Смотрел, что Татюшов играет в двух парах. И Гребешков тоже выходит все временно. Радулов делал передачу накатившего к воротам соперника Олега Сопрыкина. Рикошет от конька вмешался в развитие событий. Не сумел Сопрыкин бросить. Шайба ушла в высший заглядительный стекла. Брасывание в зоне сборной России. Потому что отключки россиянин. Остается на льду Константин Горовитов с Радуловым и Сопрыкиным. У французов Лоран Гра, Антонин Люсье. Антуан Люсье, прошу прощения. Франтуар Розенталь. 28-й, 26-й и 11-й номера. Соответственно, пара защитников Кевин и Гье. И опасно очень набрасывал на ворота российский сборный игрок. Сборная Франции я Еременко не видел момент, когда шайба вылетела с крюка. Но перекрылся. И к тому же шайба мимо ворот просто. Наши идут вперед. Не желают они просто доигрывать. Первый игровой отрезок. Сейчас на поле Радулов и Сопрыкин, который энтузиазм не всегда не занимает. Не важно, последние минуты матча. Начало игры. Вот опять создали момент голевой. Одна секунда конца периода. Вот, наверное, и сейчас все-таки не будут особенно усердствовать на точке вбрасывания. Регисты российской команды. Действительно, даже если выиграет это единоборство, шайба до ворот долететь не успеет. Хотя здесь есть вариант попробовать бросить прямо с точки подобные голы. Мы видели в этом сезоне даже в кондитентальной хоккейной лиге. Не раз. Но Константин Горовиков принял решение просто это единоборство выиграть назад. Закончен первый период со счетом 5-1. Сборная России выигрывает у команды Франции. Вместе с Сопрыкиным и Радуловым начинает у нас второй период. И момент какой для Александра Радулова создает. Получает он шайбу перед воротами, бросает. Но голкипер французской сборной Ди Ферри вновь справляется с этой атакой Александра. Уже после того, как дважды Радулов отличился, было у него минимум две возможности оформить хит-трик. Но пока не торопится с этим Александром. Ну вообще вот сейчас нарушение правил нашей сборной. Потому что коснулся игрок, который шел на замену. Коснулся шайбы игрок, который шел на замену. И в принципе судьи прозевали. Там 6 первых игроков было. А вот мы говорим Радулову. Вот этот же момент. Надо отметить, что он очень здорово позицию перед воротами выбирает. И вот 4 момента у него 100% были. Два реализовал, два нет. И только в первом периоде. Вот сейчас в пятом. Но и при этом Александр Радулов, видели бы по ходу первого периода, еще много делал для того, чтобы Олег Сопрыкин, его партнер по звену, отмечился. Было несколько моментов, когда восставлял шайбу своему напарнику Радулов. Выводил того на ворота, но пока Олегу Сопрыкину не везет. Пережогин возглавляет контрнаступление. Передача проходит через вратарскую площадку. Но замкнуть ее было некому. Ковальчук, наверное, имел возможность Илья сам выезжать на пятачок и пытаться прострочить соперника в ближнем бою. Но, тем не менее, опять же, Илья искал партнеров и делал передачу туда, в центр зоны, куда закатывался. Ну, обычно эта позиция Роман Правого бросает, не задумывается. Тем более, он праворукий, там, чуть убрал назад и вверх, в дальний угол. Не очень точная передача последовала на Алексея Терещенко. Вынужден он был тянуться за шайбой. В конце концов, контратака у нас не сорвалась. Она отодвинулась на неопределенное время. Алексей Терещенко с шайбой, по-моему, ворота хотел заехать. Так он сделал все правильно. Вот если перед этим, когда он забивал гол, там, можно сказать, ему повезло, он до конца боролся здесь и убрал, то он абсолютно здоровый. Как он не забил, мы повторим можем посмотреть. Но вратарь Французов сыграл, все равно здорово, потому что боролся до конца. А так, противоход убрал с шайбы, обязан забивать. Кстати, интересно у нас сочетание. Сейчас на льду, причем вряд ли это недостаток пересменки. Антон Курьянов и Алексей Терещенко. Это два центральных нападающих у нас сейчас на площадке находилось. И Алексей Морозов вместе с ними играл. Вот повтор момента, который был у Алексея Терещенко. Последний момент шайба ушла с трюка. Ну, мне что-то посчитал игроков, мне что-то непонятно. Даниса Дарипова не вижу. Да, там 11 человек сидит у нас на скамье запасных и 5 на поле. Это 16. Должно быть 17. В следующем перерыве постараемся мы выяснить подробности того, что могло произойти с Данисом Зариповым. Вряд ли прям так по ходу матча приняли решение предоставить. Нет, но снять-то нет, конечно. Наверное, может быть небольшое повреждение, или может быть с экипировкой какие-то проблемы он еще не успел. Как бы привести в инвентарь в порядок. Но вот я считаю, все равно 11 человек у нас в коммерции запасных без брызгалова и 5 на поле, одного еще нет. На всякий случай будем пока поглядывать с надеждой на туннель в подтрибунном помещении, по которому команда уходит со льда и, соответственно, возвращается на него. Вбрасывание будет сейчас в зоне сборной Франции. Зафиксировали там арбитрового соперника, так называем, умышленный офсайт. Нельзя было трогать шайбу игранцу французской команды в нашей зоне, а он взял и трогал. И, собственно, за это французскую команду и наказали вбрасыванием чужих. У их, вернее, ворот. Вот Зиновьев с Ковальчуком и Пережогиным у нас на льду. Французы пытаются выйти в контратаку. И сейчас удаление будет в составе сборной России. Но вот как раз в меньшинстве мы пока в этом матче не играли. Есть возможность отработать игру вот в таком формате. Александр Пережогин отправляется на скамейку штрафников за подножку. И сборная Франции получает численное преимущество. Свои лучшие силы на реализацию бросает Дэвид Хендерсон, Трей, Минье и Бельмар. 41-й номер. Ну и первая пара защитников Инсан Баше и Баптист Амар. Выиграли французы вбрасывание. Сумели закрепиться в нашей зоне. Трей и попытка броска в ближний угол блокирует эту атаку. Виталий Атюшов. Шайба вновь французам достается. Ковальчук с Зиновьевым у нас защищаются. И пара защитников Атюшов-Калинин. Бросок к воротам изменяет шайба направление своего полета. К счастью пролетела она мимо левого. Вот Александра Еременко угловорот. Зиновьев. Ковальчук делает ему неплохую передачу. Попытка над плечом голкипера в ближней шайбу в девятку закинуть. Слишком коварно хотел сейчас Зиновьев сыграть. В принципе мог бы сделать паузу. Ковальчук открывался неплохо. Контролирует нашу шайбу в собственной зоне. Вот такой выброс. Получается передача. Получилось бы, если бы Алексей Терещенко шайбу сумел укоротить. Что-то не везет Алексею во втором периоде. Постоянно уходит от него снаряд. Терещенко, Курьянов, Прошкин и Никулин. Четверка российской команды. Доставляют шайбу французы. Опять за нашу синюю линию. Пас как врагу отдавал сейчас нападающей французской команды. На собственного партнера. Активно играют очень наши хоккеисты. И ничего не получается французам. Контратака. Думаю, что Никулин сейчас мог бы не на смену их тебе помочь. Тогда бы очень опасная атака была. Три в три. Твердовский выскочил на смену. В принципе занял он ту позицию, где мог оказаться Никулин. Но при этом уже ситуация изменилась. И поэтому Твердовский принял решение сыграть попроще. Радулов закатывается в зону Пережогина. Выскакивает со скамейки штрафников. Ну что ж такое-то? Пережогин теряет клюшку. Выскальзывает она у него из рук. И вынужден был сменяться. Пережогин в полном составе. Играет сборная России. Практически ничего. Ворот Александра Еременко мы не увидели. В исполнении французов. Да, был бросок по воротам. Но даже в статистику бросков створ он, наверное, не попадет. Да не, наверное, а совершенно точно. Так, Радулов ждал, ждал своего партнера. Смена была в составе. Совсем удачная передача получилась. Ну, как бы, такая тишина на трибунах. Наши абсолютно болельщики благодушные. И с таким чувством, с достоинством сидят. И смотрят, как мы обыграем французов. А французам покричать нечего. Без шанса, без малейших. Можно спеть Марсельезу для поднятия боевого духа. Но, по крайней мере, слышны уже такие отдельные возгласы с трибун шайбу-шайбу. Так что смотреть, конечно, интересно, как наши обыграют сборную Франции. Но, опять же, хочется болельщикам увидеть иголы в этой встрече. Просто такое наблюдение, что наши болельщики, большинство, на самых лучших местах сидят. Видимо, самые дорогие билеты нам присылают из чемпионатов мира. Смотрите, Роман, это я посмотрел по ценам, а билеты сидят в самом дорогом секторе. Целый сектор россиян. Ну, должен же кто-то помочь мировой экономике в период всемирного кризиса. Субтитры создавал DimaTorzok Сила и твердость нужны не только в спорте, но и в любви. Вука-вука. Победа в трех периодах. Плюс овертайм. 13 минут и 7 секунд остается сыграть командам во втором периоде матча между сборными России и Франции. 5-1 в нашем впереди. И получает наша команда численное преимущество. На две минуты отправляется на скамеечку штрафников Антонин Манавьян. Калинин, Батюшов, Паразащитников, Курьянов, Терещенко и Алексей Морозов. Вот сформировалось у нас с начала второго периода звено в таком составе. Ну и Антон Курьянов роль крайнего нападающего исполняет. Вот Терещенко после неколепнейшей передачи Морозова забивает очень красивый гол. Я даже не то, что исправился, а сумел переломить вот это невезение, которое преследовало его со старта второго игрового отрезка. 100% реализация большинства у российской команды по ходу этой встречи. Три из трех мы забили. Ну а что касается Даниза Зарипова, видимо он не примет сегодня участие в игре, да? Как-то он, наверное, небольшое повреждение не стали рисковать. Тренер сборной. Да, в принципе нет необходимости, все ладится. Ну и может быть опять же вот это постоянное варьирование сочетаний также немножечко сбивает с ритму хоккеистов российской сборной. Ну и поэтому было принято решение так в устойчивых сочетаниях закончить эту встречу, ну а Данису скорейшего выздоровления. Мы желаем, ничего серьезного не должно было произойти, ну и просто решили поберечь его тренеры российской команды. Алексей Терещенко также оформляет дубль в этой встрече. Да, удивительно одно из наших зданий, как вы называете Терещенко, игроков только Икульянова оборонительного плана. Просто даже странно посмотреть просто статистику и задать сами себе вопросы, как можно это писать. Как можно, будучи форвардом оборонительного плана при всем к нему уважении, конец цитата, набирать по 60 с лишним очков за сезон. Многовато, не находите. Ох, какой здесь номер Александр Радулов исполняет в средней зоне, но переиграть голкипера не удается и заслуженный аплодисменты и диферги срывает. Вот сейчас нарушение чисто состава очевидно будет. Опять же, я скажу, вот это очень опасный момент был. Вот сейчас мы смотрим, как Радулов не забивает. А с другой стороны, французский игрок получал шайбу с камнейкой из запасных. Вышел наш игрок и славу прием применял. Прот него это вообще абсолютно опасный для здоровья момент. Зиновьев выигрывает вбрасывание, Пережогин подхватывает шайбу. Аж так расположились у чужих ворот, словно имеют численное преимущество. Твердовский подключается к этой атаке, но вынужден он продолжать свое движение за ворота. На синей линии остается Виталий Вишневский. Здесь неточная передача, но вот и Еременко вступает в игру. Во второй 20 минут почти не было работы у Александра, как бы он там не заскучал и не замерз. Вообще по тому составу, который сейчас у российской сборной из игроков обороны, семь защитников, вообще нет ни одного, который вот, ну, как мы говорим, домосед. Который только строго в обороне играет и не подключается вперед, не любит там забивать. Все семь очень активно играет и статистику всех даже по забитым шайбам и по передаче очень приличным. Здоровый универсализм наблюдается среди игроков российской обороны. Вот Виталий Вишневский этот свой универсализм подтвердил в предыдущей смене по полной программе. Сначала довольно опасно он бросал от синей линии. Вздох разочарования пронесся по трибунам. А затем следующим шумовым эффектом был грохот от треска борта, в который Виталий Вишневский вбил своего оппонента. Показывает Илья Ковальчука, все-таки, я думаю, не совсем для тебя удовлетворен. Конечно, он играет на партнеров, играет очень хорошо, но он снайпер, ведущий игрок сборной. И вспомним прошлогодний чемпионат, когда он до финала никак не мог забить. Так старался, играл, здорово, шесть игроков передач было, но это его очень расстраивало. В первой игре он забросил шайбу, но сегодня тоже желательно, чтобы он пополнял свой лицевой счет. Голевую передачу Ковальчук сегодня отдал. Курьянов, Терещенко, Морозов у нас на льду, вынужденно по ходу встречи поменял Антон Курьянов свою специализацию. Он очень ловкий нападающий, это же не типичный центр-коррот, который может на пятаке бороться, в обороне играть. Он быстрый, техничный, он на любом месте может играть. И вообще вот у нас как раз центры с мозгами у всех четырех все в порядке. Такие конструктивные формы. Хотя удивительно, если бы в сборной России играли не очень умные игроки, этого не может быть просто. Тем более российский хоккей, ТХЛ как раз держится на том, что конструктивизм, игра в паст позитивная. Здорово сейчас сыграл Олег Сопрыкин. Против него были нарушены правила в средней зоне, подножка там была. Но Сопрыкин, даже упав на лед, продолжал бороться, продолжал тянуться к шайбе. И добился того, чтобы своим касанием отправить ее к чужому лицевому борту. Вот повтор этого момента. Боролся Сопрыкин за то, чтобы вбрасывание после этого удаления было у чужих ворот и своего добился. Я думаю, то же самое, что сказала Проковая Вальчука, а то же самое и с Сопрыкин. Относится тоже ему надо забивать побольше. Мы играли в нашем вбрасывании бросок от синей линии. Никто не подставляет клюшку под выстрел Виталия Атюшова. И дал кипер-французской команде очередной отраженный бросок записывать свою собственную статистику. За подножку на две минуты Люк Тардив отправляется на скамейку штрафников у сборной Франции. За полуигры мы 25 бросков в сбор ворота взгляну. Французы ответили девятью. Сопрыкин очень спокойно в наши входят в зону. Ну и может быть, эта легкость несколько убаюкала Константина Горовякова. Шайба перепрыгала через крюк на его клюшке. Неподалеку от лицевого борта. И снова все приходится начинать заново. Экэфей перехватывает передачу Виталия Атюшова, который тут же вступил в борьбу. Шайбу вернул и покатился на смену. Зиновьев с Пережогиным и Ковальчуком. А вот и российские болельщики подают голос. Расположились наши в чужой зоне. Ковальчук здесь занимает позицию левого защитника, так как подключился по ходу вот этой комбинации Илья Никулин. Крался он в дальней штанге в надежде замкнуть диагональный прострел. Но на линии передачи там игрок находился. Шайба на Никулина не проходила. И Ковальчук как раз поднялся на синюю линию в расчете на то, что ему туда удобно шайбу выкатит под бросок, и он разрядит свою пушку. Удивительно, вот у нас все в сборной. Всего один праворукий игрок. Это просто уникальная ситуация. Ковальчук. Ну, если звезды встанут соответствующим образом, приедет еще один грозный праворукий игрок. Угадайте, с трех раз кто. Там два могут приехать, все-таки тоже праворукий. Тем более. Ну и будем сегодня смотреть хоккей тогда. Нью-Йорк, Рейнджерс, Вашингтон, Кэпиталс. Ну что же, случилось чудо. Сборная Франции сумела сыграть в меньшинстве без приключений, не позволив отличиться российской команде. 6-1. Наши по-прежнему впереди. Добро пожаловать в совершенно новый мир. Здесь LED-технология Samsung делает изображение четким, черный цвет глубоким, а краски яркими. Ультратонкие LED-телевизоры Samsung. Новый вид телевизоров. Показали Вячеслава Быкова. Удовлетворение на лицо у него есть. Но и как обычно, вот в таких матчах все равно тренер видит недостатки. Игрево показали тех игроков, которые пока не дозаявлены, игроков российской сборной. Которые находятся в резерве в ставке верховного командования. Константин Корнеев, Сергей Мазякин, Василий Кошечкин и Петр Счастливый находятся здесь вместе с командой. Энергично тренируется, готовится к тому, чтобы принять участие в матчах. И даже не численность, не входя на данный момент в заявку на этот турнир, является тем не менее частью, очень важной частью сборной России. Ну а тем временем, тройка Терещенко на льду. Курьянов искал возможность для передачи на Алексея Морозова. Не прошел этот пас. Гра долго пытался укоротить шайбу на синей линии, но в конце концов закатился. Вместе с ней положение вне игры. Причем сначала заехал сам, а потом уже затощил шайбу. Вбрасывание в средней зоне, но немножко падает темп игры во второй части второго периода. Французы уже совсем неохотно идут вперед, понимая, что силы остаются немного назад, они могут добежать и не успеть. Ну и так, похоже, уже меняет задачу Дэвид Хендерсон на эту встречу. Впрочем, не то чтобы меняет, просто призывает более внимательно следить за ее выполнением, пропустить как можно меньше. Шесть уже вполне достаточно, если в конце матча останется 7-8, в принципе, этот исход можно будет считать приемлемым для французов. Другое дело, что нам бы 8-1 очень бы не хотелось, слишком неприятные воспоминания, связанные у нас с этим счетом, именно в поединке со сборной Франции на чемпионате мира. 8-1 было в 2000 году против сборной Франции в Санкт-Петербурге, в первом матче, но все равно суть дела от этого не меняется. Тем более начали-то очень здорово, мы 4-0 повели сразу, конечно, ожидали. Ну и в принципе все равно будут ребята стараться и будет момент. А сейчас момент у наших ворот, десятый бросок отражает Александр Еременко и следом за ним одиннадцатый. Неплохо сейчас второе французское звено так атаковало. Франсуар Озенталь дважды побеспокоил Еременко довольно мощными бросками, но справился с ними наш галкипер. Очередная атака и на этот раз блокирует Илья Никулин. Бросок соперника, пережоги, но уходит от одного соперника, крутит изящную вертушку на синей линии, уходя от второго, но чуть-чуть не сумел он завершить этот рейд. И тем не менее аплодисменты болельщиков на трибунах Пережогин своей техникой сорвал. Тем более странно играл защитник французской команды, он не пошел закрывать зону, хотя первый успевал к шайбе, потом уехал назад и потом ни с того ни с сего побежал в лоб атаковать Пережогину. Сергей Зиновьев упрямо ломился буквально к шайбе, стоял у него на пути игрок французской команды, всеми правдами и неправдами пытался Зиновьев пробраться. Ковальчук на Зиновьев, доводит шайбу до Александра Пережогина, забивай Александр, не хочу. Александр хотел, ждал, искал, какой же еще можно ход сделать, может быть ждал пока Ковальчук займет позицию. Я не знаю, с этой позиции Ковальчук в НХЛ бросает сто процентов и забивает, потому что, ну, с его, вот ему я говорю, праворуки, это просто идеальная позиция. Даже не Шарак Лосов был вратарь. Тристос с лишним бросков за сезон. По пять серий за игру, а сегодня он просто чистый такой плеймейкер. Еще не время. Это такое все, что ли, либо крюшка сломана, либо что-то там побаливает. Либо бережет патроны Илья Ковальчук. Взрыв, оживление. Шайба выносится в среднюю зону. Правда, в составах продолжает играть команда. Так показалось по завершении того эпизода, что арбитры удалят кого-то из игроков французской команды за атаку на Ковальчука. Поднимал, по крайней мере, руку главный арбитр, но нет, пустует скамейка штрафников-французов. Пять на пять играют команды. Ну, в общем, не были-то и хотелось. Судья показал, поднял руку, что шайба коснулась клюшки, вышла выше загадительный стекло. Терещенко выводит на бросок Алексея Морозова. Попадает в клюшку соперника, и шайба проходит мимо. Очень опасно, кстати, для Еременко атаковал француз, потому что он падал вперед ногами. Можно было травм получить. Ну, с другой стороны, Люк Тардев очень смело действовал. Срезал он угол, покатился на ворота и пытался сделать то, что и должен сделать. Нападающий протолкнуть эту шайбу в ворота. Я скажу, это тоже для нападающего очень опасно. Ай, чуть-чуть Морозов не достал шайбу, и вот, выход 1-2-1. Потому что тоже, когда ты так регулярно выкатываешься на ближнюю штангу, ворота достаточно крепко стоят, и ты можешь со штангой так столкнуться. Для здоровья это не плюс. Константин Горовиков с Радуловым и Сопрыкиным появляется у нас на льду. Александр Радулов ошибается на чужой синей линии. И контратака первого французского звена Трей, Менье и Дамьен Ро на площадке у трехцветных. Шайба попадает в заградительную сеть, и вбрасывание будет в ворот нашей команды. Вот видите, вот на повторе хорошо видно, что прямо ногами у Еременко врезался наступный нападающий. Но здесь Виталий Прошкин противостоял Люку Таргифу и постарался в этот раз, да не постарался, а собственно и осуществил. Виталий выбросил соперника за лицевую линию вперед ногами, а не на Александра Еременко. Две минуты сорок семь секунд до конца второго периода. Вновь нам показывает Вячеслава Быкова. Колоссальной популярностью Вячеслав Аркадьевич пользуется, показывает на экране на Кубе. И вот в случае, как стадион приветствует его, очень любит Быкова в Швейцарии. Великолепный сезон он здесь провел, как игрок вместе с Андреем Комутовым. Просто супер-супер-мега-звезда был швейцарского хоккея. Журтативный сумасшедший. Его и Фрибург Гаттерон играл здорово. Просто здесь безумно любит Быкова. Ну и сын Вячеслава Быкова также на хорошем счету у болельщиков. Считал уже Фрибурга, за который когда-то выступал его отец. Так что, ну я думаю, что он играть будет в хоккей. Он и сейчас во Фрибурге играет. За молодежную сборную в Швейцарии играл. Он здесь пытается электронное табло под сводоми арены расшевелить. Зрители и самые разные призывные надписи появляются. Но все-таки гораздо лучше зрители реагируют на то, что имеет отношение непосредственно к игре. Еще один мощный бросок по воротам Александра Еременко. Он с ним справляется. Так, насели немного французы на ворота российской команды. И вот уже контратака. Сопрыкин готовит кистевой бросок и успевает его заблокировать. 38-й номер Тома Руссель, защитник французской команды. Дорогой ценой дался ему этот блок. С трудом тот покинул лед и отправился, прихрамывая на скамейку запасных. Бельмар, Экефей и Флори сейчас на льду у французов. Под занове второго игрового отрезка осмелили трехцветные. Уже так пытаются и массированные позиционные атаки проводить. Но, по крайней мере, держат шайбу в зоне российской команды. Ассистируют друг другу, сохраняют контроль и выводят партнеров на броски. Как мы не говорили, что не будут наши сбрасывать скорость, но все равно мы видим, что уже такого энтузиазма и такого движения нет. Ну и потом отмечали, что действительно здесь в Среднегоре дышать достаточно тяжело. И в три тройки играть весь матч на высочайшей скоростях непросто. Вот французы здесь и прессинговать, и начинают игроков российской команды прямо в зоне. Ну а атлетом служит подключение Никулина и великолепный момент для Сергея Зиновьева, который должен был, наверное, сейчас седьмой раз зажигать красный свет за воротами соперников. Но Эди Ферги после кошмарнейшего для себя первоигрового отрезка так потихонечку-потихонечку обретает уверенность в собственных силах и во втором периоде чаще выручает своих партнеров. Тем более мы видели, что тренеры команды Франции не дали никаких шансов. Ну а вот это повод для того, чтобы собрано провела российская команда начало третьего игрового отрезка. Люк Тардив поражает ворота Александра Еременко. 6-2. Немногочисленные французские болельщики просто в восторге. Вот у них наконец появился повод покричать. Кстати, они уже запели вот до заброшенной шайбы, после того, как французы два отрезка провели на шейзе. Как часто вот у Еремикова отличаю, но бросок между щитков до него просто не берущийся. Первый гол и вот сейчас. И вот мы помним эти все булиты. Ну здесь рикошет. Рикошет, конечно, ну не счастье. Ну просто и булиты, которые мы забивали так, только между щитков. Так, не повезло здесь россиянам. И вот этот рикошет мешался в ход дела. И 6-2. На последней минуте второго периода сумели французы отмечиться и таким образом свести второй игровой отрезок ничьей. Что мы можем считать большим достижением в сборной фронте? Мы еще посмотрим, еще есть время. Алексей Морозов сейчас атаковал, казалось бы, наверняка. Такое впечатление, что чуть-чуть сбит прицел у российского капитана. Дважды, а то трижды по ходу этого матча находился он на позициях, откуда в прошедшем сезоне, да и вообще в своей карьере, забивал голы, словно орешки щелкнули. Не глядя, можно сказать, да. Ведь у него великолепный кистевой бросок, очень сильный и точный. Позиция стопроцентно убойная. Мы видим, что Быков и Захаркин не очень довольны вот именно концовкой периода и анализируют, как сделать так, чтобы улучшить игру своей команды в тянем периоде. Закончен второй игровой отрезок. 6-2 сборная России выигрывает у команды Франции. И мы передаем слово Натали Кларк. Наталья. Тут у российской команды начнет звено Сергея Зиновьева. Вместе с ним Илья Ковальчук и Александр Пережогин. Пара защитников Виталий Вишневский, Олег Твердовский. Ну и первое звено у французов Юрик Трей. Лоран Минье и Дамьен Ро. Кстати, у Лорана Минье, у капитана французской команды, в этом сезоне был шанс поиграть в сильнейшей лиге Европы. То есть в континентальной хоккейной лиге приглашали его на стадии комплектации. В Минской Динамо вроде бы даже ответил он согласием, приехал в Минск, но так в итоге ни одной игры за команду из столицы Беларуси не провел. Лоран Минье. Вот такой любопытный факт узнали мы от наших белорусских коллег. Опять опасный бросок был, но Еременко был готов к приему шагу. Никулин Прошкин. Пара защитников у российской команды. Звено Алексея Терещенко в составе Антона Курьянова и Алексея Морозова. Алексей Терещенко на своем счету два балла за результативность в этом матче имеет. Две шайбы он забросил ворот соперников, также две на счету Александра Радулова. Таким образом, сразу два наших форварда и близки к тому, чтобы проделать трюк со шляпой по ходу этой встречи. Прессингуют наши соперника в чужой зоне. Морозов поборолся за шайбу и вот здесь уже начали крутить карусель. А вокруг чужих ворот, страумная передача Терещенко, такой подкидочка через ворота, но на пятачке. Никого не оказалось из россиян. Гра входит в зону, бросок по воротам. Еременко теряет шайбу из виду, но очень здорово успевает сложиться и помешать добиванию. Ну ведь это работа и защитников наших, они обязаны вот эти добивания ликвидировать, а посмотрите, бросивался. На инстинкт сейчас действовал Александр Еременко, он закрыл мисс, потеряв шайбу из виду и тем самым сократил. Такие вопросы по Еременко и классный воротариш. Возможность для атаки и свою команду выручил в этом моменте. Не будет проброса, показывает линейный арбитр. Французы вновь входят в нашу зону, экифей, перехвачена его передача. Игорь Горовиков делает передачу на Александра Радулова. Могучий замах, повторный бросок. Ломается клюшка у французского защитника тем временем. Ну а Радулов не сумел попасть в створ. Там угол острый был, и он слишком хотел точно бросить удаление. Да, очередной раз нарушены правила на Олеге Сапрыкину. Уже не первое удалили французы, на нем зарабатывают. И сборная России получает численное преимущество трижды. Мы сегодня отличились в большинстве, причем использовали первых три удаления у соперника. Опасная игра, высокобой тыглюшка. Ковальчук, Зиновьев и Пережогин, пара защитников. Калинин и Ачушок выигрывают наше выбрасывание и сразу приступают к осаде ворот соперника. Пару раз в экспресс-манере наше использование численное преимущество. Там 20 секунд пройти не успевало после того, как красный свет загорался. И до того момента, как красный свет загорался за воротами французской команды. Если вспомнить про закончение чемпионата мира в Канаде, то очень много Вячеслав Выков использовал Ковальчука на позиции левого защитника. Вы вспомните, все большинство практически он играл. У него не случайно получилось игрового времени больше, чем у любого другого игрока нашей сборной. Сейчас у нас и так переизбыток, не переизбыток, достаточно защитников. Нападать не хватает и поэтому Ковальчук отыграет только в нападении пока. Эди Ферги выручает свою команду дважды после бросков Зиновьева в ближний угол. А здесь, а здесь наверняка хотел Илья Ковальчук сыграть. Словно с очком хотел он забросить шайбу в дальний угол, но в конце концов бросок Ильи заблокировали французы. Немного расстроенным, как показалось, Илья катил к скамейке запасных своей команды. Так и не понял, но тоже я посмотрел на него и такое впечатление, что его утомили просто французы своей неспособностью так вот явно противостоять игре россиян. Вот Ковальчук все равно расстроенный, действительно выглядит. Повтор момента, который был у Сергея Зиновьева. Первый бросок галкипер отразил, ну и второй также сумел отбить. 20 секунд до выхода налета оштрафованного хоккеиста сборной Франции. Так заметно по ходу вот этого двухминутного отрезка, что не стремятся наши не столь звучитственное преимущество любой ценой. Скорости невысоки, так за счет точных передач, практически стоя на месте, пытались наши в начале вот этого отрезка двухминутного войти в зону. В полном составе играет сборная Франции. Морозов смещается в центр. Передача через пятачок не проходит, но был там еще шанс у Тереченко бросить с лопаты в сторону ворота. Атака 3 в 2 французов одна из немногочисленных. И решение абсолютно непонятное. С такого угла при атаке 3 в 2 бросать и стянуть. Здесь Курьянов отрабатывал в оборону, не позволил бы он в любом случае создать сопернику численное преимущество. Еременко теряет шайбу из вида, но здесь как раз ему здорово партнеры помогают. И, к счастью, она скочила вперед, а не заспал. Защитники отсекали соперников, не давая возможности им пойти на добивание, а Радулов шайбу с пятачка увез. Шайба вышла за пределы поля, коснулась сеткой за ворота в упорной оси. Удаления не будет, потому что стекло задел. Да, рикошетом от стекла она в сеть попала, поэтому просто вбрасывание в нашей зоне. Горовяков с партнерами у нашей команды и Прошкин с Никулиным пару защиты составляют. У французов Экафюй с партнерами. Восемь четвертый номер отличился сегодня, забросил он первую шайбу своей команды. Я вообще открыл счет голам своей команды на этом турнире. Покинул шайбу в пределы зоны, конечно же. Вот так повезло, можно сказать, обуквали сантиметры, а так 3 в 2. И причем опять автор первой заброшенной шайбы, заслуженной для меня произносимой фамилии. Выходил на ударную позицию. Сергей Ильич, давайте... Не, просто она реально вот так, чтобы ее прочитать, только в французском можно. А вот с английской транскрипцией это очень тяжело. Подготовимся и минуты так за полторы до конца произнесете. Экифюи. Вот. Прекрасно. Эдиферхи. Останавливает шайбу за собственными воротами. Наши здесь включают прессинг. Ковальчук. Применяет силовой прием против соперника. Здесь добавили наши в активности. И в итоге, это довольно безадресная получается передача вперед. Здесь серия взаимных ошибок. Но Твердовский, в конце концов, навязывает борьбу сопернику в углу площадки. Здесь и Зиновьев. Подключается. Бережогин. Движется по ближнему борту. Входит в зону. Перевод на противоположный фланг. И если бы не вот этот рикошет от конька Тома Русселя, шайба прилетела бы к Илье Ковальчуку и получил бы возможность он бросить. Но вот сейчас. Да, наверное, такого стандартного Ковальчука мы увидели. Вкатился в зону Илья. Бросил. Шайба попала в конек к защитнику. Вновь отлетела к нему. И уже с очень острого угла Илья пытался в ворота попасть. Но действительно, игра сделана. Можно все-таки действительно и проверить, как там... Вообще клюшка стреляет. В принципе, он просто один уже выходил на ворота. Там искать партнера было... Ну, не было смысла никакой. Бросал там правильно. Вот сейчас попробовал идти в обводку. Но не так. Это все просто. Даже против французов один в один обыграет. Тяжело. Проброс сейчас фиксируют арбитры. Вбрасывание будет у ворот Александра Еременко. Ну и небольшая пауза у нас. Сила и твердость нужны не только в спорте, но и в любви. Вука-вука. Победа в трех периодах. Плюс овертайм. Семь минут без малого сыграно в третьем периоде матча между сборными России и Франции. 6-2. Наша команда впереди. Пока не увидели зрителей голов в третьем периоде. Но, тем не менее, настроение у всех присутствующих вполне ничего себе. В том числе и у болельщиков сборной Франции. Они, по крайней мере, увидели два гола в исполнении своих любимцев. Тем более, такое было ужасное начало для французов, что ожидали сумасшедшего разгрома. А 6-2 это вполне приемлемый счет. Так, к самому началу девятой минуты 4-0. Сборная России уже выигрывала. А вторую, третью и четвертую шайбу наши команды в этом матче разделили всего 55 секунд. Очередной проброс арбитры фиксирует Терещенко с Курьяновым и Морозовым на площадке у российской команды. И звено в Норанагра на льду у французов. Розенталь и Люсиан. Отличная комбинация. Жалко, Курьянов не принял, но просто вот в три касания. Просто здорово, что было разыграно. Ну а тут едва не нарисовалось у французов. Контратака 2 в 1. На наше счастье, Розенталь шайбу обработать не сумел. Ну а здесь уже замыкается. Это атака французов на Виталия Атюшове. Двигает он шайбу вперед на Антона Курьянова. Навязывают тому борьбу, но сумел он сделать передачу на Алексея Морозова. Шайба тут так несколько беспорядочно мечется по зоне. Горовиков уже появился на площадке у российской команды. Морозов так показывал, что готов он получить шайбу по чужой седлению, но не проходила эта передача. И проследовал Алексей Морозов на смену. Радулов. Кстати, вот французы, что вот за них вот приятно посмотреть, они бьются до конца. И вот как вы правильно Роман сказали, вот не хотят больше пропускать. И вот вполне достойно выглядит вот в третьем периоде. И концовка второго. А вот у нас, конечно, концентрации уже не хватает. Но, тем не менее, видим мы, что по ходу третьего периода все-таки так немножечко-немножечко добавляют наши ребята в активности, добавляют в движение. И, думается, в ближайшие пару-тройку минут мы увидим такой спурт нашей команды. Ну, по крайней мере, будем на это рассчитывать. Ну, очень неплохая атака вот как раз после сброса Квердовского. Опять же, здесь нужно еще делать скидку на то, что в три пятерки, в три, ну, в три пятерки, да, существуют, играют россияне. А в этой встрече силы еще пригодятся для более важных, более принципиальных сражений на этом чемпионате. Зиновьев проиграл единоборство своему оппоненту Джонатану Цвикелю. Ну, кстати, после двух периодов какое-то там сумасшедшее преимущество было сборной России по игре на точке вбраску. Да, в два раза практически. Что редко бывает в матчах, ну, на чемпионатах. Ну, это очень здорово. Наши разыгрывают шайбу в этой атаке. Не получается бросок у Сергея Зиновьева. И вот видите, французы-то как раз уловили перемену в настроении российской команды. В этом эпизоде даже не пытались они выкатиться в контратаку. Панически отбрасывались. Ну, вот, пожалуйста, обещанная шайба. Илья Квальчук ее забрасывает. А ворота Эди Ферхи. Роман, вы предсказывали эту шайбу в перерыве? Да, не помню. Нет, просто когда... Я уже отметил, что у него будет еще одно... Да, заполнял я статистику этого матча, действительно. И говорил о том, что... Написал лишний балл за результативность Илья Квальчуку и сказал, что да, должен отличиться. И смотришь ты. Вторая шайба. Илья Квальчука в двух матчах. На этом первенстве здесь не было у Ферхи ни единого шанса. Александр Пережогин. Очень хорошая передача передача. Свой второй балл за результативность. Зарабатывает в этой встрече голая передача на счету Пережогина и аналогичные показатели у Ильи Квальчука. 10 минут 40 секунд до конца третьего периода. 7-2. Сборная России впереди. Серещенко, Курьянов, Морозов. Сейчас у нас на льду. И как раз Антон Курьянов встал на точку убрасывания. Может быть, во второй половине периода поменяют сейчас местами Курьянов и Терещенко и уже Алексей будет исполнять функции левого украина. Очень опасный момент был. Вот и наш ворот. Неудобно ли Кифф раз выбросал французский киев. И попал в ворот между тем удалением в составе российской сборной. Олег Твердовский удаляется на 2 минуты. Да, в меньшинстве сейчас 2 минуты проведет российская команда. В первое французское звено заработало большинство для себя. В первую очередь, потому что и Минье, и Трей на льду остается. Ну и, похоже, Бельмар вместо Дамьена Ро выходит играть. И Баше с Амаром первая пара защитников на синей линии команды Франции. Калинин не сумел вывести шайбу из своей зоны. Это французы во второй половине матча против сборной Швейцарии очень здорово. Играли в большинстве, создавали множество моментов ворот Мартина Гербера. Но вот использовать их никак не могли. Тем не менее, публика симпатизировавшая французам в том матче порой заходилась в экстазе. И два часа Морозов не отобрал шайбу у защитника. Такой преимущество в скорости было. Он там три метра отыграл буквально за несколько шагов. Спокойно наши обороняются. Горовиков и Морозов катят на смену. И защитники Калинина и Атюшов следуют их примеру. Радулов-Сопрыкин. И Никулин с Гребешковым. Так выглядит четверка российской команды. Больше половины штрафа Олега Твердовского к этому моменту уже истекло. Истекло. Бросок поворотом. Уверенно, Еременко с этим выстрелом справляется. А тут есть момент для контратаки. Поддержит это наступление Гребешков. Бросок. Шайба попадает в сетку. Но с внешней стороны, тем не менее, Гребешков очень здорово разобрался в этой ситуации. Действительно подключился и сумел создать численное преимущество в этой атаке. Вывели его на бросок и имел шанс Денис Гребешков отличиться. По-моему, Штангу в шайбу попало. А ведь Радулов ждал, когда Сопрыкин поможет ему. И искал буквально его, а сам не атаковал. Все равно хочет, чтобы партнер позвенил, с которым они так... У них очень хорошие отношения там. Дружеские абсолютно. Чтобы тоже забросил. Мы уже сказали, что... Хотели, чтобы Кулачук забил, он забил. И чтобы Сопрыкин забросил. Да, тем более, что у Радулов вот эти две шайбы на счету в этом матче есть. Поэтому ради счастья товарищей и хитриком можно пожертвовать. В полном составе играет сборная России. Зиновьев с Ковальчуком и Пережогиным у нас на льду. Ну и Твердовский со скамейки штрафников сразу на лед. Есть возможность для контратаки. Пережогин входит в зону по правому флангу. Притормаживает. Делает хорошую паузу. Жаль, не дошла шайба до Виталия Вишневского. Здесь бросок из-под защитника блокируется. Атака Сергея Зиновьева. Тем не менее, наши сохраняют контроль над шайбой в чужой зоне. Ковальчук. Нет, все-таки сходит шайба с крюка у Ильи. И вынуждены наши отступить. В среднюю зону. В рот сейчас посмотрел. Просто провоцирует Ковальчука уже. Человек ехал на смену и взял, ударил по рукам Илье. Не солидно. Хорошо стерпел Ковальчук. Вот так, по-моему, несколько изменил свой маршрут. Илья Ковальчук так подъехал к французской скамейке. Кто-то там продемонстрировал. И только после этого так медленно-медленно на смену покатил. Морозов первым будет на шайбе. Но все-таки успела она лицевую линию. Похоже, пересечим. Поэтому проброс арбитры зафиксировали. Вот повтор эпизода, в котором Алексей Ковальчук свой второй гол на этом турнире забил. Показывает наши болельщиков. Действительно, праздник до них. Достаточно много приехало. В Канаде всегда такое количество было. До Швейцарию. Без всяких вопросов приехали все, действительно. Очень хотел бы увидеть сборную нашей страны. Чуть больше семи минут остается сыграть командам в третьем периоде. Сборная России выигрывает у команды Франции со счетом 7-2. Выиграли французы вбрасывание в нашей зоне. И силами своего второго звена пытается создать остроту наших ворот. Не получается выход в контратаку. Но действительно, видим мы, что поменялись местами Антон Курьянов с Алексеем Терещенко. Действительно, 23 номер российской команды переместился на позицию левого нападающего. А Курьянов исполняет функции диспетчера. Очередной прорыв Олега Сопрыкина. Опасный бросок, но чуть мимо ворот. В дальний угол метил Олег Сопрыкин, но немножечко в створ попасть ему не удалось. Это звено вообще отличается от остальных звеньев. Даже несмотря на то, что у нас сейчас три тройки, но в принципе по игре и даже на турнирах Евротура, когда Сопрыкин-Радулов, это такое очень скоростное и силовое звено, можно сказать. Постоянно оценивать на ворот, это не старается играть сверхпозиционно, а именно бросать, бросать, бросать. Вот тут такой любопытный момент. Игрок Фантом во время от времени появляется на площадке. Нет 55-го номера заявки сборной Франции в официальном протоколе на эту игру, во-первых. Во-вторых, заявки на чемпионат. Но именно этот 55-й номер, у которого на спине даже не напечатана фамилия, во втором периоде был момент, там повздорили они с Ильей Ковальчуком. И тогда впервые Илья вынужден был не в самых парламентских выражениях пообщаться со своим обидчиком. Но и вот сейчас каким-то образом вновь он оказался на площадке, так побыл. И в конце концов, когда судья готовился уже вбрасывать шайбу, так проследовал на скамейку запасных своей команды. Мне кажется, это вот игрок, который получил повреждение, и весь свитер у него в крови был, и он поменял, скорее всего. Я так просто вижу эту ситуацию, но варианта не было. Тогда это Бенуа Кисандье. И показали, потому что в перерыве как раз его, когда вот кровь была, и он удалился при этом. Я думаю, что вот это так. Ну тогда, впрочем, мотивы его поведения понятны. Получил он довольно серьезное рассечение. Действительно, там много было крови, но и, может быть, испортило это ему настроение весьма серьезное. Ну, потому что сразу бы такой игрок не заявил, потому что, когда его нет, он бы отправился на скамейку запасных, и это так нельзя делать. Видимо, предупредили в перерыве, что поменяется это. Выиграли наше вбрасывание в чужой зоне Зиновьев с Пережогиным и Ковальчуком у нас на льду. Ну, как и все, и здесь здорово ставит корпус, но не силой, так хитростью и мастерством катания. Зиновьев все-таки выигрывает эту микродуэль у своего соперника. Бросок, поворотом. Верхи вновь в игре Пережогин атаковал, ну и не видел французский галкиком, где находится шайба, однако не успел никто из наших добиваний сыграть. Зиновьев Третьякова очень переживает за нашу команду, очень много делает для того, чтобы в обществе россияне играли здорово. Брызгалов много работает, Сеременко. Выиграно единоборство Никулину шайбу приходит, перевод на противоположный фланг и мощнейший выстрел Ильи Ковальчука. Ну вот здесь как раз оказался он на позиции левого защитника, в этой ситуации выкатывал ему шайбу Яникулин, выстрелил Илья, но в створ ворот, к сожалению, не попал. Все больше и больше становятся паузы под занавес матча. Как опять же, усталость, во-первых, дает знать свое, но и во-вторых, все-таки понимают игроки той и другой команды, что, в общем, все, вот уже скоро конец. И поэтому... Клоща пробросов стало, мы видим, это сколько времени занимает, чтобы пристешаемых, то есть полминута как минимум. И период действительно дольше будет. Все-таки Терещенко вновь становится на точку вбрасывания. На левый фланг смещается Антон Курьянов. Посмотрим еще, что здесь будет происходить. По-моему, по-моему, так толкали на борт. Толкали однозначно за гранью правила или на грани. Судья посчитал, что ничего страшнее было. Алексей Морозов в очередной раз промахивается, да, с убойной позиции. Ну и здесь довольно жестко против него Саша Трей играл, но успел увидеть в последний момент надвигавшегося соперника. И так, кто касательный, принял на себя удар Алексей Морозов. Еременко ловит шайбу, наброшенную ему от синей линии. Но сейчас походу этот эпизод, так Алексей Морозов в средней зоне баражировал. Вот момент, мы видим, весь угол был свободен и попал опять. В расчете на то, что сделают ему передачу. Партнеры сразу выведя один на один. Атюшов делает передачу на Горовякова. Радулов по ближнему борту, перевод в центр. Ну, прочитал здесь. Опять искал сопрыгину. Кевин Игье положил клюшку и прервал эту передачу. Атюшов, шикарный диагональный перевод. Калинин движется к воротам и начинает крутить головой в поисках партнера. Передача на Радулова. Тот врезается в перекладину. Опять же мог забросить шайбу и чуть-чуть не попал. Здорово, Радулов открывает вот на пятачке. Две с половиной минуты до конца этой встречи. Калинин преследует его там соперник за воротами. Очень просто наши действуют. Гребешков будет первым на шайбе. Не удается, но выйти в контратаку опередил шайбу на выходе из собственной зоны Илья Ковальчук. Вот сейчас входит он по центру. Закладывает вираж Твердовский. Бросок по воротам выручает верхи. Следом просто шикарно действует французский голкипер, не давая отмечиться Сергею Зиновьеву. Красивая комбинация. Бросок тут вираж. Вот это и добивание так. Все вроде правильно. Зиновьев делал, подбросил шайбу. Сейв, спасение замечательное. И мы видим, что Быков и доволен действия своих игроков. И в принципе посчитал, что и французский вратарь здорово сыграл. Никулин сейчас выводил пасом на ворота все того же Зиновьева, но не получился бросок у Сергея. Брасывание будет сейчас в средней зоне, ближе к синей линии российской команды. ЭКФ уже ждет своего оппонента, коим выступит Алексей Терещенко. Выиграли французы в брасывании, но даже ничего придумать. Не сумели, просто таким навесиком отправили шайбу к воротам нашей команды. Ну что же, вот-вот пойдет последняя минута. Ну и давайте вспомним, как развивались события в этой встрече. Сборная России открыла счет уже на второй минуте. Отличился Александр Радулов после передачи Константина Горовикова. Следующей заброшенной шайбы чуть менее шести минут пришлось ждать. Отличился Денис Зарипов. Ну а далее голы в ворота французов посыпались, как из рога изобилия. Через 14 секунд после Зарипова дубль оформил Александр Радулов. И еще через 41 Александр Пережогин сделал счет 4-0. После этого наставник французской команды вынужден был брать тайм-аут, который, в общем, несколько помог его подопечным. На 11-й минуте Кевин Экефей пробил Александра Еременко. Тем не менее, последнее слово в первом периоде осталось за россиянами. Отличился Алексей Терещенко, такой довольно курьезный. Гол получился в его исполнении. Пытался вывести на бросок партнера Терещенко, но постоянно после рикошетов шайба возвращалась к нему и в конце концов отправил ее в сетку ворот. 5-1. С таким счетом россияне выиграли первый игровой отрезок. Во втором периоде команды обменялись голами. Терещенко оформил дубль и под занавес второго периода Люктор Див забросил вторую шайбу, но здесь справедливости ради нужно отметить, что Александру Еременко выручить своих партнеров помешал рикошет. А смотрите, какой здесь любопытный момент. Французы меняют вратаря на шестого полевого игрока. Может быть, там отложенный штраф имел место. Скорее всего, потому что открывается скамейка штрафников российской команды. Ударен, да, удар соперника Клюшкин. Показывать нет. Сейчас показал за атаку игрока не владеющая. Ну и в третьем периоде одну заброшенную шайбу мы увидели. Отличился Илья Ковальчук. Да, вот эпизод, в котором Радулов, по мнению арбитра, правила нарушил, но при этом даже на повторе можно было обратить внимание на то, что Джонатан Цвикель как-то уж слишком. Да не, ну нельзя трогать игрока не владеющего. Радулов там, я сошел, ума тут не было, но он атаковал его, тут был бешер. Да как-то с готовностью рухнул Цвикель. Вот на что я пытался обратить внимание. Штанга спасает ворота российской команды. Звучит сирена 7-2. Победа сборной России, но может быть еще сейчас просмотр эпизод потребует франтузу, может быть шайба и пересекла линию ворота. Поздравляют наши ребята друг друга с этой победой. Поздравляем их и мы, а также всех тех, кто провел этот вечер у экрана своих телеприемников. Сборная России одерживает вторую победу на чемпионате мира над сборной Франции со счетом 7-2. Момент. Нет заброшенной шайбы, ясно, что до конца боролся Еременко. Еще давайте повтор посмотрим. Смывает она в воздух, а далее выскакивает поле. Еременко пытался ее поймать, но опять же здесь нужно отметить, что помогли Александру его партнеры. Показывает Илью Брызгалу, который не принимал участие в сегодняшний матч. Весьма вероятна, что он будет играть в следующий матч с командой Швейцарии. Ну и сейчас традиционная церемония определения лучших игроков этой встречи.